К чему готовиться? Это прям офигенно. Куда вы собрались? Все сделали там инди-студию, выпустили одну игру, вторую, заработали. Все прекрасно, да. Это прославило нас, в общем, сначала в кавычках, и в результате пришлось садиться и специально проверять, чтобы мат был по-русски звучал адекватно, а не скучно. Здравствуйте, дорогие наши зрители. Мы продолжаем нашу рубрику «Игра книги». Сегодня у нас в гостях, как и в прошлый раз, Владимир Робачев. Привет, Владимир. В прошлом выпуске мы очень понравились комментариями, которые вы писали, потому что мы не знали, зайдет вам эта тема или не зайдет, и увидели, что интересно. Мы продолжаем рассказывать про книги, посвященные играм. И сегодня мы тоже, как и в прошлый раз, все книги, которые будут в выпуске, мы разыграем среди наших зрителей и подписчиков в Телеграме, и подписчиков на Бусик. Нам большое спасибо за то, что нас поддерживают. Собственно, благодаря им во многом и выходят наши такие большие видео. Владимир, кто-то не смеял прошлый выпуск нашего представителя издательства «Бамбора», который издает книги много разных, в том числе и про игры. Да, игры. Книги про игры у нас хорошо получаются. Это правда. Начнем мы сегодня с бестселлера, наверное, книги, которая, наверное, во многом и сподвигла вас вообще издавать литературу про книги. Да, это был наш первый опыт, и он оказался весьма специфическим, но очень удачным. Это книга Джейсон Шайера, журналиста с очень большим таким бэкграундом. «Кровь, пот и пиксели», а в «Атмосе, она есть три видеоигр». Я ее читал, так скажем, в разных вариантах. А расскажи историю, как это было? Это был первый опыт издательства «Бамбора» в выпуске книг про игры. Мы тогда еще в этом разбирались очень плохо, нельзя этого не признать. Сейчас так тем более, это еще удобно признавать. И все случилось очень печально с одной стороны и забавно с другой. Мы недоотредактировали книгу, выпустили ее в плохом переводе сначала. Случился большой скандал, естественно. Аудитория нас пропесочила, если вот так скажем. И мы сделали довольно неочевидное для книжной индустрии решение. Мы сказали, что мы всем, кому не понравился перевод, заменим книгу на новую. Вы вообще вот тираж вернули? Нет, мы тираж продали. Тут нельзя не признать, что книгу была успешна с самого начала. Но мы сказали, что мы переведем книгу заново, выпустим ее. И всем желающим поменяем книгу. Ну типа, отдайте нам плохой перевод, мы вам дадим хороший. Здесь вот написано прямо на обложке новый перевод. Специально сделали значок. Переводила нам Александра Голубева Альфина, которая в тот момент работала нарративным дизайнером в ISP Clovis. С пути, которая сделала Морутопию. Перевод получился хорошим. Ну а за счет своих действий маркетинговых мы сразу развернулись лицом к аудитории. Аудитория стала к нам хорошо относиться. То есть вы использовали эту историю, Георгий, хайпанули, так сказать. Ну конечно, а как иначе-то? Сидеть и плакать нельзя. Все правильно, все правильно. Но новым переводом остались довольны читатели. И, в общем-то, очень рекомендую эту книгу всем, кто думает пойти в индустрию разработки видеоигр. О чем эта книга? Джеймс Шайя, конечно, про его гигантскую работу, потому что тут рассказывается о создании таких игр, как Uncharted, Pillars of Eternity, Uncharted 4, Stardew Valley, Diablo 3, Hello Wars, Dragon Age Inquisition, Shovel Knight, Destiny, Witcher 3 и не вышедший из Star Wars 13.13. Очень интересные истории. Прям читаешь, это покруче, чем любой детектив или какой-нибудь драма. Там классная история, действительно. И, в общем, это рассказ на самом деле о том, что все, разработка игр намного сложнее, чем все думают. Да типа чего они там год игру делают? Два года, столько денег просят еще. Вот, им весь денег же не хватает, как обычно. А потом... Потому что откладывают выход. Да, а некоторые игры так и не выходят. Вот с Star Wars 13.13 как раз история, как игру так и не выпустили. По миллиону причин, в том числе... То есть я был на презентации на E3, или что, видел прям рабочие моменты показывали? Да, но дальше это случилось во многом из-за того, что Disney купил Лукасовскую студию и началось. Вот, книжка классная. Мы, сколько, пятый год уже ее и печатаем, продолжаем печатать. Есть еще... Да, кстати, надо сказать читателям и слушателям, и смотрителям нашим, что для всех этих книг, которые мы рассказываем, есть и электронные версии, они в продаже существуют, и аудиокниги. Вот, часть из них нам озвучивали наши хорошие друзья из Disgusting Man. А, Петя Сальников, да? Да, Петя Сальников, Витя Зуев. Вот, и наши большие хорошие друзья, они с удовольствием озвучивают нам эти книги. Ну, это прям в тему, да. Я рекомендую просто вот тем, кто только сейчас обучается на каком-то дизайнеры и прочего. Прям вот, ребята, почитайте, чтобы понимать, к чему готовиться. Это прям офигенно. Куда вы собрались, да? Всем неравнодушным кровь по этой пиксели Джейсон Шрайер, потому что Джейсон Шрайер, конечно, личность неоднозначная. Он довольно, скажем так, странный человек. У него есть претензии к каким-то, ну, фактам. Он, помнится, в Твиттере где-то писал, как можно в студии разработчиков в 21-м году быть с лошадью белых мужчин. Да, это был скандал такой, свежий довольно. Да, и он там иногда придирается каким-то там тоже моментом, и вот у кого-то там вот выясняет, типа, а как вас там угнетали в студии? То есть, ребят, больше сотрудников, и допытываются. Но работа, которую он провел над этой книгой, просто потрясающая, ребята. Это действительно журналистское расследование, очень крутое. Прям вот все мои рекомендации. Ну, это действительно сейчас один из, наверное, двух самых серьезных инсайдеров в игровой индустрии. Да. А Джейсон Шрайер, какой-то пиксели, а в основном индустрии видеоигр. Прям вот классный, классный труд. И от того же автора, да, еще одна книга сегодня, вышла она в том, в прошлом году? В прошлом году, осенью вышла книга, весной в прошлом году она вышла на Западе, а осенью ее выпустили мы, называется «Нажми-ресет». «Нажми-ресет» — это как игровая индустрия рушит карьер и дает, потому что она прямо в заголовке этой книги чувствуется боль. Ну, это, собственно, еще больше подробностей о том, как... Жестко и честно о геймдеве. Ребята, если кому-то не убедила копьи этой пиксели о Корее... Это должна убедить еще сильнее. Это прям, да. А какие здесь игры, значит, каких рассказывается? Вот тут в оглавлении прям... Ну, тут уже не про... А, тут уже... Ну, тут эта история, собственно, чего? Биошок Инфинит, Эпик Майки, Дэд Спейс, вот это вот. И это рассказ про студии, которые их делали, в результате, почему они не... ну, как бы перестали существовать во многом. Это такая история, действительно, о том, как... вот это такая Star Wars 1313, только вся книга, на самом деле. Вот, и там реально классные истории. То есть это не история успеха, а история именно... Не успеха. Не успеха, да. История печали, да. А тут прям этот миф разбивается. Нет, это все, в общем, история действительно о том, как там неправильные действия сотрудников приводили к провалам. История про то, что студии, вот как раз то, что мы обсуждали, студии так много лет делали-делали игру, по факту ничего не вышло. У инвесторов кончилось терпение, они студию разогнали, там и так далее. Там реально такая куча классных историй. Она, наверное, более пессимистична, чем Кровь потопикселя, конечно, потому что тут истории, в общем, все такие грустные достаточно. Но, тем не менее, смотри, люди почитают, узнают, на чужих ошибках научатся, и, возможно, сами их не повторят, преодолеют. Но это бы очень хотелось, конечно, потому что... То есть это с точки зрения учебного пособия тоже очень гениально. Вот, и, соответственно, ну, на данный момент это пока последняя книга Шрейера, но мы надеемся, что он еще что-нибудь выяснит интересное. Да, в период между ругательствами в Твиттере и развивательством грязного белья, поведет еще журналистскую работу и не одну. Ты скажи, здесь уже не было таких историй с тиражем. Здесь сразу был хороший перевод. Да, мы, собственно, на первую... Мы, как-то, хороший специалист топ-то никогда не повторяет ошибку дворяду. Вы прям как ошибку дворяду, да. Мы научились, на самом деле, вот на Кровь в потопикселях, мы научились, в принципе, двум вещам. Первое, что нельзя ни в коем случае выпускать книгу без привлечения людей из игровой индустрии, потому что все равно, как бы мы ни старались, поскольку мы специалисты широкого профиля издателя, мы, безусловно, в некоторых вещах не очень хорошо разбираемся. И мы всегда теперь привлекаем, как бы, людей из игровой индустрии, которые в качестве того, что у нас принято называть научным редактором. Вот, он вычитывает терминологию, проверяет, чтобы мы не ошибались, чушь не писали, вот, и так далее. Просто мы, потому что этого не знаем. И вторая история, конечно, это мы научились правильному взаимодействию с комьюнити, потому что без этого вообще... Теперь у нас все книги, это строго взаимодействие с комьюнити в разных видах, это строго консультации с людьми из индустрии. Мы даже очень часто для некоторых книг обложки выбираем, проконсультировавшись именно с целевой аудиторией, чтобы они были довольны. Слушай, а скажи, в этой версии, в этой книге тоже есть аудио-версии? Аудио и электронные. Они есть, ну, электронные версии вообще у всех есть наших книг. Аудио там по ситуации, вот Resident Evil, по-моему, тоже есть уже книга. На все эти книги, если что, ссылочка внизу в описании, зайдите, посмотрите, если заинтересовали. Или можете попытаться их выиграть, тоже условия, розыше мы объявим в конце видео. Я так понимаю, что эта книга помогла и вам, значит, научила вас, как надо издавать такие вещи. Кровь потопикселя, да, безусловно. Это, конечно, была... Мы, как бы, это прославило нас, в общем, сначала в кавычках, потом уже нормально. В общем, наглядный пример, прям на издательстве, на уровне издательства. Как, значит, надо работать с индустрией видеоигр. Отличный пример, отличная книга. Вот, тут прям есть главы, трудоголики. Эх. Да, конечно. Так, следующая книга у нас от автора, который мы в прошлом выпуске уже был. Автор книги «Потрачено». Дэвид Кушнер, да, книга «Потрачено». Мы в прошлом выпуске рассказывали об этой книге. Внизу ссылочка на наше прошлое видео. Это книга «Повелители Дум». Как два парня создали культовый шутер и раскончали индустрию видеоигр. Внимание, содержат нецензурную лексику. То есть, поэтому книга продается в целлофановую упаковку. Мы просто уже распаковали, чтобы вам показать. Она не бликовала. Новый перевод тоже, да, здесь? Да. С этой историей, почему здесь новый перевод мы написали, Эта книга выходила в свое время на русском до нас. И с тем, что, ну, в другом издательстве. И мы как раз специально сказали, что мы использовали... На чужих ошибках вообще. Ну, это не чужие ошибки. Там история, в общем, нам не понравился тот перевод. Аудитория говорила, что он такой себе и там недостаточно хорошо сделанный. И мы поэтому сразу приняли решение перевести ее заново, просто. Но чтобы читатель мог понять, что это заведомо не тот старый перевод, а новый, мы прям сразу поставили новый перевод. Да, ну и правильно. А я так понимаю, что здесь история про Джона Кармака и Джона Ромеро, да? Да. Эти ребята, ну, действительно перевернули индустрию в некотором роде, потому что Doom, мне кажется, запускали даже на зубной щетке, на тестере на беременность. То есть Doom на всем... Doom запускали везде. На всем только можно. Вот, соответственно, два Джона, действительно, один гениальный программист, второй гениальный дизайнер. Вот, собственно, история, я просто ее не читал, да, как они все это сделали? Ну, собственно, история взлета ID Software и, соответственно, потом история того, как они разошлись. И благодаря чему у нас, в принципе, есть две команды, которые делают хорошие игры. Дэвид Кушнер, американский журналист, довольно известный. Повелитель Думы, это был первый его... Первая его книга про его... До Потрачино. До Потрачино. Она именно... Как сказать, она на самом деле вот намного более качественно построена с точки зрения содержания, потому что там много бесед и с Кармаком и с Ромеро, вот, и мы это видим. Просто Потрачино, это скорее больше такая журналистская история. Ну, да, то есть они из разных источников. Да, да, а тут как раз вот четко беседы, встречи и с бывшими, с теми, кто в ID Software работал, кроме... И вообще эта история, ну, как они собрались с самого-самого начала, то есть еще до Дума, еще... Касл Функин, это был Вольфенштейн, и даже до Вольфенштейна то, что делали они. Вот, книга классная, да, действительно, она содержит ненормативную лексику. Но, видимо, такие у них были условия, что без... Там просто известно, что Ромеро разговаривает как сапожник, в принципе, матерится. И поэтому в книге это, ну, отдельно могу смешную историю рассказать. В книге, конечно, это все довольно скучно, потому что в оригинале это все, понятно, одно слово, и все время одно и то же. И когда команды, ребята переводили, переводчики наши очень хорошие, вот, они настаивали, что... Они очень хорошо знают Дум и разбирают с ним. Миша Бочаров, прекрасный специалист по Думу. Дум, крутый мем, это с его подачи запущен. Как раз из тех... После этой книги мы начали сотрудничать с Михаилом, и Михаил сейчас для нас переводит очень много книг с командой. Вот, и, соответственно, мы очень спорили, редактор был опротив. Вот, переводчики говорили, без мата никак, и в результате пришлось садиться и специально проверять, чтобы мат был по-русски звучал адекватно, а не скучно. Вот, это, как бы, такая вот история. И, соответственно, книга, да, успешная, действительно, но она из всех наших игровых книг в топ-5 входит по продажам. Вот, перевод очень классный. Вы действительно поймете, что... Вот, и кармы Карамера будут как живые. И вы поймете, почему, что их медвигало, как они, почему решения те или иные принимали и так далее. Вы будешь на лакирование. Да, обязательно. Очень красиво, конечно. Я думаю, что книга «Повелители Дум» — это прям вот для тех, кто, несмотря на «Кровь в этой пиксели, нажми решение», все-таки решил оставить свою студию. Как не разосраться со своими друзьями, с которыми ты делаешь игру. И, действительно, сделать культовый проект, который потом на года. А тут есть о том, как Ромеро потом ушел и начал делать «Дайкотану»? Тут есть про «Дайкотану», но так, не очень много. Ну, это все-таки, да, и уже не история. Ну, то есть, и точно так же, как там есть немного потом про Кармака. То есть, эта книга в оригинале вышла довольно давно, если не ошибаюсь, она вышла в 2013 году, в 2013. Вот этого она не стала хуже. Не хуже, если не раньше. Нет, вот это издание в 2013 году вышло. Вот, соответственно, она не стала хуже, но там, в общем, конечно, про них отдельно не очень много. Ну, да, это именно про легенды, по созданию легенды Doom. Тоже, я так понимаю, есть и аудио. Все есть, да, конечно. Ну, и что, последняя книга, горячая новинка. Да, буквально на прошлой неделе. Примегом из Раккун-Сити. Да, вот, Resident Evil, Алексанил, я не знаю. Это, нет, это человек, который хорошо, ну, как бы, это западная краудфайдинговая история. Это как раз хорошая история про нашу, уже нынешнее взаимодействие с игровой индустрией. Мне про нее, как только начали на Западе собирать деньги на нее, мне прислало сообщение об этом. Четыре человека из разных игровых студий российских. Со словами, вот, не прозевайте, она классная. И мы купили права, вот, прям, еще пока на нее собирали деньги. А, собирали на... На западном краудфайдинге, я не помню, на каком я сейчас. Ну, то есть, эта книга, деньги на которую собрали сами игроки. Сами, ну, подарили, да, собрали для автора деньги, чтобы мы, чтобы он написал. Да, обители зла, игровой индустрии. Тут, я так понимаю, про японцев, да? Тут, на самом деле, это все, книга свежая, то есть, она вышла в прошлом году в оригинале. То есть, там все-все-все события, ну, мы ее там по разным причинам немножко отодвигали выпуск, потому что мы ее почти перевели, и тут нам потребовалось эту команду перебросить на другой проект, собственно, чтобы нажми-ресет мы выпустили. Вот, книга, как раз за счет того, что она свежая совсем, там вот максимум про Resident Evil, вот, буквально по 20-й год. Я вот смотрел истоки Сурвайл Хорро, как, что появилось потом от франшизы, Resident Evil 2, очень мною любимый, не Мезис, Resident Evil на на Сеге, карман Resident Evil, Сурвайл ужасный, ответвление от Resident Evil, от первого лица, это две части было для пистолета, очень плохая игра, и, видимо, интересная история с этим связана. Вот, Resident Evil на Nintendo платформах, что будет интересно нашим зрителям особенно, то есть тут там Resident Evil Zero на 64, Resident Evil 2 на 64, кто не знает, да, Resident Evil 2 на двух дисках, каким-то образом чудесным, ужали до, значит, размера картриджа, впихнули на 64, и это прям, ну, реально подвиг, это прям, если об этом наникарно, есть. Resident Evil выходит в сеть, то есть эти, простите, вы части, которые все были плохие, но тоже, видите, интересные истории, полная смена модель тут же Resident Evil 4, и там еще была история о том, как Камея делала Resident Evil 2, то есть помежуточный между, значит, вторым и четвертым, там, он, который так и не вышел, часть его пошла, наработки в четвертую вошли, а часть никуда не вошли. А часть где-то спряталась. Да, вот, потом семена новой эры, это, я так понимаю, уже про тех, кто, выходцы из Capcom, которые вот и Platinum Games, и Tango Game Wars, то есть Mikami после Capcom, вот, и порезет. И новая эра Resident, я так понимаю, это уже... И ремейки там, и все. И ремейки, и седьмая часть, и Village, я так понимаю, тут есть об этом. Ну, да-да-да, вот, бабушки в деревне, из деревни в Village, то есть тут прям вообще все, прям все-все-все, как раз вот все, что вы хотели прочитать про историю Resident Evil. Да, я прям вот даже сам очень захотел почитать, сейчас начал читать, и прям чувствую, что затягивает меня. Да, эта книга уйдет читателем в победителя метарины последней. Нет, все разыграет, я бы, да. Аудиокнига тоже есть эта, да? Аудиокнигу делали, она может быть еще не в релизе, но я просто честно вот не очень уверен, что мы ее уже отрелизили, но и в ближайшее время она точно появится. Очень круто. Если вдруг наши зрители захотят, мы можем зачитать какую-нибудь одну главу, сделать такой тизер аудиокнигу, можем зачитать, не сейчас, конечно, нет, отдельно. Художественное чтение. Да, художественное чтение, параля. Вот, автор, который, вот, Алекс Анил, у него какие-то книги выходили про игры? Нет, насколько я помню, нет, но нам очень сильно помогала команда фонсайта Resident Evil Live.ru, большое им за это спасибо, там отдельно про этот сайт написано даже благодарность специально. Вот, нет, он автор одной пока книги, но, возможно, он напишет еще что-нибудь. Деньги на кроофайминговых ресурсах, на вторую. Да, запросто. Ну, в общем, это для всех фанатов, кто играл в Resident Evil там в конце 90-х, кто играл в 2000-х, кто играет в ЧАС в Resident, потому что Resident сейчас, вот, виллаж, который последний я проходил, прям, очень хороший. И интересно будет узнать, как создавали те шедевры. Прям я в восторге почитать эту книгу. Новинка вышла буквально совсем недавно. Ищите в книжных магазинах или попробуйте выиграть у нас в... Мы, значит, скажем как. Кстати, может, сейчас мы и поставим условия, чтобы в комментариях к этому выпуску, допустим, написали бы наши зрители на книгу, о какой игре они готовы были бы дать денег на кроофайминговые кампании, вот, и, в общем, готовы они были бы сами написать. Пишите внизу в комментариях, на какую, значит, книгу вы бы дали денег, чтобы автор написал это. Может быть, даже это будет вот о Александре. Ну что, Владимир, как обычно, спасибо за классный рассказ, спасибо за отличные книги. Значит, вот эту книгу вы сможете выиграть, написав комментарий под этим видео. Остальные мы разыграем на наших других площадках, в Телеграме, ВКонтакте. Следите за нашими анонсами, все расскажем, покажем. И спасибо тем, кто на нас подписался на Бусти, тоже там одну книжечку мы разыграем. До новых встреч, спасибо за рассказ. Спасибо, да, читайте больше и играйте больше. Да, книги про игры, это очень интересный сегмент, потому что, блин, ну ты играешь, тебе нравится все хорошо, но если ты хочешь узнать, как это все создавалось, каким трудом вообще дается, вот, допустим, там пишут, игра на вечерок, на вечерок. Каким трудом этот вечерок для вас сделали несколько лет, там, большая команда, очень интересно. Пока. Счастливо.